На куске классического теста, козульного, мы вырезаем по шаблону нашу заготовку, наш необычный пряник. Там, где маленькие округлые части, я вырезаю ножом, можно воспользоваться мастихином и вырезать мастихином. Второй кусок теста мы сейчас раскатаем и сделаем вторую аналогичную заготовку. Две заготовки есть. Очень аккуратно перекладываем их на перфорированный коврик. И отправляем запекаться при температуре 190 градусов порядка 7 минут, потому что они толстенькие и должны попечься чуть-чуть дольше, чем наши классические козули. Полоски, которые мы приготовили, нужно разделить приблизительно на 30 сантиметров, чтобы они просто вместились на коврик. Если что, мы отрежем потом лишнее и отправляем запекаться, но не на 6 минут, как мы печем классические козули, а буквально на минутку раньше вынем, потому что нам нужно, чтобы полосочка была гибкая. То есть она будет пропеченная, с ней будет все хорошо, но она будет мягкая и мы сможем сделать красивый бортик, ровный на нашем прянике. Я буду выпекать вот эти пластины по очереди. Если я буду выпекать сразу все, то я могу просто-напросто не успеть их согнуть. То есть они начнут уже остывать и станут хрупкими. Сделала одну пластину приблизительно 30 сантиметров, даже может быть больше, 40 сантиметров, да, и, соответственно, я пошла их выпекать. Наши заготовки испеклись, я их перевернула. И в перевернутом виде оставляем их остывать и ждем, когда наша полосочка, наш бортик запечется. Пряник испекся. Он пропекся, он стал пухленьким, но он еще очень подвижный. И нам нужно будет зафиксировать эту полосочку так, чтобы она у нас полностью охватывала нашу мумию. Даже если будет чуть-чуть меньше, и лучше сделать чуть-чуть меньше, чем больше. Видите, какая она гибкая. Я место, где у нас этот хвостик, я его не трогаю, а все остальное укладываю прямо по краю. Вот так. Тесто стабильное, мы его отрезали ровно, и оно не должно никуда сейчас упасть. Нужно проконтролировать, чтобы, естественно, оно не загнулось в какую-то не ту сторону. И пока оно горячее, вы находитесь рядом. То есть вы можете его как-либо сгибать. После того, как оно остынет, оно уже будет стабильно. И уже сможем собрать полностью наш пряник. Я эту заготовку убираю, а эту снова отправляю в духовку, как я уже сказала, как и прошлая заготовка, на несколько минут. Буквально на 5 минут, чтобы тесто схватилось, но оставалось подвижным. Есть такая небольшая хитрость. Если у вас пряник затвердел, а вам все равно нужно где-то в каком-то месте загнуть, поставьте его в духовку на 100 градусов, буквально на 20 секунд. И он у вас начнет быть гибким. Это очень кратковременное явление, то есть после оставания он снова затвердеет. Но вот в момент, пока он гибкий, вы сможете спокойно зафиксировать ту фигурку, которая вам нужна. Так, а мы вынимаем второй кусочек. Работайте с перчатками, потому что тесто очень горячее. Снова ставим его и загибаем по форме вот этой пустоты, которая у нас осталась. Все. Ждем теперь полного остывания нашего бортика и дальнейшего декора. Конечно, как я уже сказала, да, можно наполнить просто пряничками, приклеить стеночку, и у вас получится уже готовая шкатулка. Необычная. Можно сделать торт, как мы в нашем случае будем делать, а внутри, на самую верхнюю часть, перед тем, как мы установим крышку. Да, то есть вот наша крышка. Вы, кстати, тоже можете по крышке посмотреть, все ли части уходят внутрь, ничего ли не выпирает. И, соответственно, сделать из пряника уже непосредственно мумию. То есть если мы сейчас делаем саркофаг, мы будем из пряника делать мумию, раскрасим ее как мумию, да, все перебинтованно, и положить сверху. Ну, представьте, какой классный эффект будет, когда вы открываете крышку, а там лежит мумия на торте. Переместились мы на другую часть, и я беру густой-густой айсинг. Промазываю и приклеиваю. Ну, в общем, все стандартно и просто. Как вы приклеите с внешней, с внутренней стороны, не так сильно важно, потому что и с внешней будет задекорирован пряник. Ну, и с внутренней, и там вообще будет торт, поэтому это вообще не будет видно. Так же промазываем. Поставили, прижали. У нас айсинг схватывается не сразу, можно подвигать. Я проклеиваю место стыка. И теперь влажной кисточкой, или шпажкой можно, убрать излишки айсинга с края. Кисточку, такую широкую, ее слегка намочила и растягиваю. Все, что мы сделали, это задекорировали пряничек. И с внешней все элементы тоже, что напоминает нам айсинг, да, мы вот это все смываем, подмываем. У нас будет шкатулка, украшенная венгерским лаком. Вот способ декора. И в нашем случае очень интересный, потому что нам нужно такое глянцевое покрытие. Мы его покрасим еще в черный цвет. Я покажу, как делать классический венгерский лак. И после этого я вам покажу, как, ну, грубо говоря, мы его окрасим в черный. Классический венгерский лак красного цвета. Мы ставим бортик. Даем ему хорошо просохнуть. Ну, понятно, да, мою верхнюю крышку не приклеиваем. Она у нас будет съемная. Даем просохнуть для того, чтобы можно было в дальнейшем продолжить декорировать наш пряник. Выглядит он вот так. И мы сейчас приступим к приготовлению торта. То есть я сейчас делаю слоеное тесто. Но мы решили делать наполеон все-таки. Делаю крошку наполеона. Делаю крем. И у нас уже выпечена мумия непосредственно внутри. Роспись внешней крышки и мумии мы будем делать вместе. Для венгерского лака нам потребуется желток, сгущённое молоко и красители. Классический вариант это красный венгерский лак. И для того, чтобы он не был прозрачным, мы в него добавим белый краситель. Желток смешиваем со сгущёнкой. Я рекомендую все-таки брать краситель в жидком виде, потому что диоксид белый краситель есть в сухом виде. Но здесь он будет плохо себя вести. Он может остаться крупинками. И вам это испортит внешний вид изделия. Если цвет был более насыщенный, можно в него добавить желтый. Тогда он будет таким рождественским красным. Немножко красного и желтый. Такой насыщенный, алый цвет. У вас пряники после покрытия таким лаком останутся яркими, глянцевыми. И дольше останутся мягкими, даже не упакованными. Потому что венгерский лак как будто запаковывает их вместо пакетика. Ну и соответственно для нашей мумии мы будем делать чёрный лак. Я в красный добавляю чёрный. Перемешиваю. У нас такой получается тёмно-тоже не фиолетовый. Такой серо-фиолетовый, да? Серо-графит цвет. Но это не критично. Потому что при высыхании цвет начинает проявляться. И не старайтесь делать изначально цвет очень-очень тёмно. Кстати, вот наша мумия. Так, и мы начинаем покрывать пряник лаком. Я покрываю и боковую сторону. Она у нас достаточно большая, широкая. И лицевую. Покрасила всё со всех сторон. Вот такая вот у нас получилась заготовка. Она отправляется сушиться. А мы приступаем к окрашиванию нашей мумии. Непосредственно саркофага. Я прокрашиваю тем же цветом. И тоже прокрашиваю бачок. Так как у нас цвет тёмный, всё, что мы сделали, прокрасили айсингом светом, его легко затонировать. Вот такой вот саркофаг у нас получился. Прокрашенный со всех сторон. Все бока прокрасили. Внутри оставили нетронутым, потому что нет смысла. Прокрасили единственное бортики, потому что они у нас тоже будут видны. И на них не будет лежать ни торт, ни ничего другого. Соответственно, чтобы они у нас тоже не выделялись. Аккуратно, аккуратно. Вот так. И отправляем в духовку сушиться. Итак, наша заготовка уже хорошо просохла. Мы её прокрасили. Она уже у нас не пачкается, монолитная. И мы подготовили наши коржи для Наполеона. И ещё вот остаток коржей. Также сделали крем заварной с добавлением масла, чтобы он был чуть-чуть поплотнее. Что нам потребуется? Ну, во-первых, ложка, которой мы будем накладывать крем. И наши коржи. Я первый слой просто укладываю в ломаный корж. Он у меня очень тонкий, он очень быстро пропитается. И прокладываю его совсем немножко. Не толстым слоем. Укладываю внутрь крем. Крема должно быть немного, потому что у нас есть ещё и другие слои, которые должны быть заполнены. А если будет очень много крема, ну, понятно, что пряник сам по себе достаточно стабильный, но всё равно он у вас может, если будет другая форма, может не выдержать. Для чего добавлять масло сливочное в крем? Чтобы после того, как вы охладите ваш тортик, да, когда вы поставите его в холодильник, крем зафиксировался, крем стал более стабильным. То есть без начинки, естественно, мы пряник храним просто в обычных комнатных условиях, но после того, как мы начиним пряник нашим тортом, мы обязательно должны поместить этот пряник в заготовку в холодильник. Смотрите, какое нежнейшее тесто. Кладу второй слой. У меня есть крошка печенья Орео. Эту крошку можно использовать, крошку и посыпку. Можно использовать как землю. Она очень классно смотрится. И в плане декора каких-либо сладостей на Хэллоуин, это прям такая отличная, незаменимая вещь. То есть смотрится крошка черного Орео, как земля. Ну да, то есть логично, что в условиях данного праздника это более чем актуально. Я искрошила корж, который мы делали. Вот смотрите, какое печенье. Очень нежнейшее тесто. Просто тает в руках, если рассыпается, то когда он будет собран в виде торта, это просто будет невероятно нежно. Главное раскатывать тонко, чтобы у вас эти коржи выпекались, ну не толстые были. В любом случае видно, даже когда раскатано достаточно плотненько, у вас корж делится как будто на две части. Давайте я сейчас вам покажу. То есть он настолько раскрывается, видно, да, что внутри пустота, то есть он прям воздушный. Нужно дать постоять нашей заготовке приблизительно час при комнатной температуре. Для чего это нужно? Чтобы кусочки торта, коржи пропитались кремом хорошо и немножко осели. Крем заливаю во все возможные полости, чтобы у нас не было сухости внутри торта. И присыплю нашу мумию. Но кроме мумии, мы же сделали еще и настоящую мумию, и мы ее положим внутрь. Но сначала мы присыпем все нашей крошкой ора, да, сделаем такую черную поверхность, положим декор из пряника и сверху присыпем вот уже измельченной крошкой наполеона. и сверху присыпаем. там, где необходимо. Кладем нашу мумию. И ждем, когда у нас, ну, без мумии можно, конечно, это я уже как раз предвещаю, да, те события, которые должны случиться. После того, как у вас эта форма с тортиком постоит час, немножко крем осядет вместе с коржами, которые внутри. Все, что тут наружу останется, не тронутым. Так, ну, основная у нас композиция вся просохла. После того, как мы обработали венгерским лаком, вот так выглядит наша мумия. Я уже нанесла контур с помощью проектора. Вы, конечно, можете нанести и любым другим способом. Почему не показывала? На темном фоне реально вообще ничего не видно, да. То есть, даже так, если повернуть, уже плохо видно. Я начну сейчас заливать части тела нашей мумии. У нас два цвета, и они будут в приоритете. То есть, это два цвета, с которыми мы будем работать. Субтитры создавал DimaTorzok Нам нужно подождать, чтобы вот эта часть застыла, поэтому я перемещусь и буду заливать верхнюю часть. Здесь у нас наоборот. Там мы рисовали на синем фоне, здесь мы будем рисовать на желтом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так сделали основную заливку. К тонировке мы приступим после того, как наша заливка полностью просохнет. Еще я залила вот эту внутреннюю фигурку. В принципе, как их расписывать, наверное, у вас точно сложности не возникнет. Я делаю просто полоски. Можно делать это густым айсингом. Не оставляю, естественно, ни область глаз, ничего. То есть у нас такая не карикатурная мумия, а вот прям как будто настоящая, поэтому я полностью просто ее забинтовываю. Так как она у нас будет лежать просто внутри, просто для создания вот такого визуализации интересной, то я тут даже не пытаюсь никаких суперсложных рисунков и техник применить. Прежде чем золотить нашу мумию, нам нужно изначально придать выпуклости, оттенки, переходы, тени и так далее. То есть мы сейчас сделаем в первую очередь тени на вот этой крышке нашего саркофага. Использую наши пищевые краски, классические Top Decor. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это прорисовка лица. Я беру коричневый цвет... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такое суперзолото называется. Туда заливаю спирт и прорисовываю элементы, которые у нас золотые. Мы их уже сделали с тенями, поэтому я не все элементы, то есть, точнее, не полностью весь элемент декорирую. То есть пусть это странно не сможет... Пусть это не сможет за странным, но это будет смотреться в итоге более правильным, потому что если вы просто целиком закрасите все золоте, у вас не будет переходов, у вас не будет бликов. Мы же в свою очередь оставляем какие-то места, блики оставляем, тени оставляем. То есть слегка, где у нас есть желтый просвет, мы его золотим. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая вот у нас смазка получилась. И интересно, что мы затонировали золотом не все, но у нас она блестит, как будто действительно покрыта золотом полностью. Вот такой красивый эффект.